ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Задача анестезиолога в время операции – это наблюдение за общим состоянием пациента. То есть, как вы видите, хирург наблюдает только за раной, только за процессом самой операции, а общее состояние, давление, сатурация, кровопотери – все это за этим наблюдает анестезиолог и каким-то образом коррегирует, если возникают какие-то неполадки. В операционной Юлия и другие «ангелы сна», как себя называют анестезиологи, проводят по 6 часов в сутки. Для такой профессии годятся даже не все мужчины. Тут нужна и моральная, и физическая подготовка. Но в третьей областной больнице среди полусотни анестезиологов сильного пола работают 10 женщин. Среди моих коллег, конечно, больше мужчин, потому что профессия анестезиолога – это мужская профессия, большая часть, но есть крепкие женщины, которые могут выдерживать удары жизни, могут спасать людей также на уровне с мужчинами и ни в чем им не уступать. В 8 лет Юлия работала медсестрой, 15 – анестезиологом. И о своем выборе ничуть не жалеет. Говорит, с теми ощущениями, когда к выздоровлению пациента ты оказываешься причастен, не сравнится ничто. Андрей Николаевич, вы на каком этапе? Доступ делаем. О моделинге и актерском мастерстве Юлия в детстве не мечтала. Знала, что пойдет по стопам матери. Поэтому о ее увлечении знают не все. То, что под его руководством работает фотомодель заведующего отделения, даже немного смутило. Так слушайте, мне сейчас нужно, я не знаю, вы мне зря сказали, потому что я не знаю, как сейчас ее вести. Я не думаю, что-то поменяется в рабочих отношениях, потому что это всего лишь хобби, Андрей Николаевич. Это всего лишь хобби помогло Юлии уверенно держаться на людях. Она сменила макияж и даже сломала свой страх перед камерой. Да и шестилетнюю дочь, которая тоже теперь в моделинге, учит не бояться зрителя. Она тоже выходит на сцену и стоит, пытается зареветь перед тем, как на сцену выйти. Я говорю, Злата, ну ты же помнишь, как мама шла? Я говорю, у меня тоже дрожали колени, мне тоже было страшно. У меня тоже слезы на глаза наворачивались. Она сказала, да, да, мам, я помню, но ты же пошла. Я говорю, ты пойдешь точно так же, пройдем и красиво все снимем. Наверное, вот это, прежде всего, первая мотивация. То есть хочется быть примером для детей для своих. Юлия жалеет, что в сутках так мало часов, ведь иногда на семью у нее не хватает времени. Хотя в новом начинании ее поддерживают и муж, и дети.